Да, мы как коалиция действительно выбрали, проголосовали за это правительство. И лично у меня, как у человека, который пришел в Верховную Раду, Дмитрий, там 7 месяцев работает в органах, я 3 месяц. Например, лично я познакомился с участниками, у меня было первое мое впечатление, и они были и положительные, и отрицательные. Первое впечатление, когда мы обсуждали в Верховной Раде законопроекты по бюджету социальной, я видел, когда правительство сидит, Яценюк, Ереська, и они действительно, понимая проблемы социально защищенных граждан, они реагируют на те предложения, которые делают члены коалиции, соглашаются. Но после того, как было обсуждение бюджета, когда мы говорим, дайте нам время, после того, как были внесены изменения, дайте нам время, хотя бы 5-6 часов, пусть Министерство финансово подобьет те результаты. Мы прочитаем, и в этот же день, но не в 4 утра, а в 2 дня этого же дня проголосуем, нам сказали, когда я услышал, ну мы не соберем просто своих людей, потому что у нас уже билеты там закуплены, мы куда-то улетим. Для меня это было непонимание вообще, как такое вообще можно произносить. Плюс постоянное списывание на войну, неспособность результатов реформирования, для меня, ну уже это звучит как отговорка, и когда ты встречаешься с европейцами и с американцами, они говорят, ребят, ну в начале это могло звучать как отмазка, но сейчас, пожалуйста, делайте свою работу, делайте свое домашнее задание, которое вы обязали взять, делайте реформы. Войной вам весь миром помогает стабилизировать фронт, вам всем миром помогает оказывать давление на Россию, вы, пожалуйста, займитесь тем, чем вы обязаны и можете.